Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Рулеты из скумбрии. Это вкусно! Покажу сразу три, нет, даже четыре рецепта. Попробуйте выбрать. Первый. Если нужно кого-то удивить обычной скумбрией, смело готовьте. У меня всегда получается. Самое сложное здесь подготовить рыбу. Удаляю плавники, хвост и голову. Надрезаю с двух сторон от хребта. Убираю внутренности. И кожицу тоже снимаю. Просто стягиваю ее, это легко. Теперь срезаю филе. И убираю все кости. Подготовленное филе солю. У меня адгейская соль. Или можно взять обычную соль, специи и немного чеснока. Теперь на одну половинку выкладываю горчицу. Я беру в зернах, с ней очень вкусно получается. Но любая горчица подойдет, конечно. Нарезаю зелень петрушки. И также выкладываю на рыбу. Накрываю второй половиной. Вот так, во летом. А теперь момент, который почему-то многих удивляет. Я буду заворачивать скумбрию в бекон. Или можно взять грудинку, тонко нарезанную. У меня здесь свежая. Выкладываю подготовленную рыбку. И оборачиваю полосками бекона. Вот так. И вот так. Выкладываю форму для запекания. Еще один вариант. Тут я возьму подкопченый бекон. Выкладываю вот так елочкой. Филе солю. И добавляю специи. У меня готовая приправа для рыбы с мукой. Поэтому такой странный вид. Но тут тоже можно взять любые специи. А теперь морковь. Я заранее ее отварила и натерла на мелкой терке. И соленые огурцы. Накрываю вторым кусочком филе. И выкладываю на подготовленный бекон. Заворачиваю. И также в форму для запекания. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Бекон аппетитно подрумянивается. А рыбка остается сочной. При запекании нет неприятного запаха скумбрии. Наоборот, потрясающе вкусно пахнет. Не знаю почему. Но многие удивляются такому способу приготовления. Жирная скумбрия плюс еще и бекон. Что это? Поверьте, это что-то необыкновенное. Смотрите. Сразу хочется попробовать. Я люблю такие рулетики именно в горячем виде. Это очень вкусно. Вот второй. Который с подкопченным беконом. Ну красиво же. Попробуйте. Уверена, что будете повторять. И не один раз. Так же, как и следующий рецепт. На небольшом количестве растительного масла обжариваю лук. Одну большую луковицу я нарезала четверть кольцами. Через пару минут выкладываю в сковороду натертую на крупной терке морковь. И обжариваю еще несколько минут. Добавляю черный перец и соль. Пока есть время, подготовлю рыбу. Чтобы проще было почистить, я размораживаю ее не полностью. Убираю голову и хвост. Надрезаю с двух сторон от хребта. И убираю центральную кость и внутренности. Черные пленочки, конечно, тоже удаляю. Осталось убрать все кости. Хорошо вымыть и просушить рыбку. Вот и рис готов. Достаю пакетик из кастрюли и даю ему немного остыть. Рыбу солю. И посыпаю специями. Специи всегда беру разные. И всегда получается вкусно. Можно использовать готовые приправы для рыбы. А можно и вовсе без специй готовить. Тут по вкусу. Выкладываю на рыбу обжаренные овощи. А на овощи подготовленный рис. Распределяю. На вторую рыбку также специи, соль, овощи, рис. И сворачиваю рулетом. Здесь я использую кулинарную сетку. Или можно просто кулинарным шпагатом перевязать, чтобы рулетики держали форму. Заворачиваю каждый рулетик в пергаментную бумагу. Вот такие конвертики получаются. Укладываю их в форму для запекания. И ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Достаю из духовки и даю рулетикам полностью остыть. Когда остынет, снимаю бумагу. И вот что получилось. Красота! Убираю сетку. Рис отлично сочетается с рыбой. Это одна из моих любимых начинок для рыбных рулетов. Такую рыбку можно и просто на ужин приготовить. И на праздничный стол можно подавать. Гостям нравится. Проверено. И еще один рецепт. Здесь у меня будут порционные рыбные рулетики. Начинки можно менять. Можно приготовить такие рулетики с грибами, с рисом и яйцом, с соленым огурчиком, с зеленью или с обжаренными овощами и сыром, как у меня сегодня. Здесь я беру филе с кумбрией. Ковжицу не снимаю. Тут главное, чтобы не было костей. Рыбу солю. Я снова взяла адыгейскую соль. Теперь немного натертого сыра. И обжаренные овощи. Здесь лук, морковь и немного зелени. Выкладываю примерно столовую ложку на один край и сворачиваю. Придерживаю по бокам, чтобы начинка осталась внутри рулетика. Прокалываю коротенькой шпажкой, так, чтобы она прошла через весь рулетик. Можно взять обычные зубочистки. Шпажки я замочила в воде предварительно, чтобы они не сгорели в духовке. Дальше также. Адыгейская соль, сыр, обжаренный лук с морковью. Заворачиваю. И прокалываю шпажкой. Это совсем не сложно. Подготовленные рулетики выкладываю в форму для запекания. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Смотрите, как красиво получилось. Такие рулетики можно подавать и на праздничный стол. Очень удобно и очень вкусно. А разве можно что-то невкусное из скумбрии приготовить? Наверное, можно. Мне вот не очень нравятся, например, рулеты из скумбрии с желатином, которые варят в пакете. Не мое. А вот в бекончике запеченный или с рисом – мое. Не мое. Попробуйте приготовить. И делитесь своими фото в нашем уютном чатике в Телеграм. Там я с вами каждый день. А здесь увидимся в следующее воскресенье. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Ведь впереди еще много всего интересного. Субтитры создавал DimaTorzok